всем привет сегодня 15 ноября небольшая прогулка по нескольким улочкам у нас в сочи до нового года остается полтора месяца сегодня на улице плюс 24 плюс 25 на солнышке очень тепло в машине оставил окна приоткрытыми ну потому что невозможно открываешь там печка июльская но все даже все как обычно все как всегда ну шикарно просто выглядят пини они здесь растут 8 год но некоторые из них видите за счет слабой корневой системы и очень сильных ветров которые здесь дуют в январе-феврале ну по сочинским конечно меркам безусловно они слегка наклонились в нашем ботаническом саду мы сделали сразу растяжки и закрепили пинии в грунте тремя четырьмя растяжками иначе они вот начинают наклоняться падать декоративность они от этого сильно не теряют но но все же один из самых таких вот тихих райончиков сочи не шумный это эмеретинская анизменность о надо же цветут давно не косили но сейчас это особо и не нужно до февраля месяца вот это гранитологический парк мы сюда обязательно пойдем буквально завтра у меня уже здесь первая экскурсия поведем знакомиться у нас очень много птиц очень много птиц около 150 видов которые пролетают гнездятся на территории это только гранитологического парка а в целом в кавказском биосферном заповеднике и в сочинском национальном парке более двух с половиной сотен видов птиц которые чувствуют себя здесь великолепно часть из них гнездится часть прилетные о сегодня тепло цене на улице очень классно сегодня на улице плюс 22 а ведь все-таки сегодня 15 ноября крымская сосна поднялась эвкалипты подпиленные их надо подстригать они у нас обладают способностью внезапно падать великолепные залитые солнечным светом сутропические экзоты на фоне цветущих олеандров он там цветет олеандр просто его увидел тихая спокойная улочка я остановлюсь сделаю несколько фоточек сочинские группы цветущая юка против солнца снимаю она великолепна живые изгороди это вот ответ улице советской здесь вот и лавровишня есть трахелосперумом или как его называют звездчатый жасмин вот она цветущая юка кис о а он в глаза не бросается посмотрите какое чудо надо запомнить для меня это находка весной здесь все будет свисти маленький лириадендрон тюльпанное дерево эвкалипт он пока молоденький кара слабо отслаивается но уже началось а уже началось цветут розы ноябрьские клематисы в ботаническом саду в никитском ботаническом саду богатейшая коллекция клематисов в сочи я не знаю вот не пользовался популярностью два высоких церресиса европейских представляете весной как они выглядели усыпанные цветами и большая такая пальма вашингтония нитчатая цветущая олеандру тоже сделаю фоточку и спокойный ноябрь сочи хурма висит в саду мы тоже до декабря не снимаем пускай накапливает сахаром уж мула цветет представляете сколько здесь будет ягодок и наши неутомимые пчелки космея цветет шикарно для меня это такой вот осенний цветок вот какая коллекция но это надо любить цветы если вы любите цветы цветы любят вас некоторые говорят у нас говорят не уживаются потому что вы не любите просто так сажаете поэтому они не уживаются у вас еще и спаржа есть да шикарно у нас и там видите какие красивые да на лестнице стоят да о какие пышные подойдите близко снимайте можно спасибо вот эта коллекция да это отдельный ботанический сад вот необычные какие формы есть огонек огонек да спасибо а здесь сочетание о виноград пошел посмотрите молодые побеги плоды ноябрь месяц клещевина она у нас украшает улица амарант агавы пальмы в вашингтоне нитчатые вот сколько ниточек обожаю обожаю ох представляю когда здесь вот этот виноград распускается сколько здесь зелени как здесь восхитительно огромная огромная бругмансия о это у нас ну мы его все называем одинаково ципирус лягушатки лягушатки сидят вот сразу видно с какой любовью хозяева относятся к своему саду представляете что можно сделать сочи и ведь это только один из домов фантастика если здесь еще одна леточка посадить вообще будет сказка я думал так и делают о надо на ту сторону перейти но мы сейчас там на приходе с вами перейдем юка с бутонами а там у нас оливы растут настоящие олива европейская сочи плодоносит но мы с нее ничего не делаем у нас нет такой ну там традиции культура заготавливать оливки может потому что их очень мало вот это просто назову это безумие юбки финики канаровские конечно восхитительно мы вчера гуляли в хосте вот муж мула дает а мы вчера гуляли в хосте столько видели богомолов я двоих заснял а лимоны в катках да это самые теплолюбивые цитрусовые у нас в сочи не всегда получается их вырастить и за ними ухаживать их надо вовремя заносить накрывать ну короче целый кошмар чуть-чуть пленку оставил передержал они сгорели особенно вот там в конце февраля начале марта когда бывают дни температура поднимается до плюс 20 это жесть чуть-чуть не успел все ботаническая катастрофа в отдельно взятой теплице вот так вот ноябрь в сочи обожаю город свой виноград плетется вот фотография чем эта фотография вот я сейчас сделаю фотку вот уважаемые зрители чем эта фотка отличается от июля или вот это ну а ладно отличается это будет отличаться знаете чем тем что количество цветов на алиандре сейчас меньше ну и вон сзади цирсис ладно выдает что у нас все-таки ноябрь месяц и до нового года осталось всего ничего у нас уже елка установлена елка установлена на магните нандина усыпанная цветами юки 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 или вот эта фотка вот так вот если я сделаю найдите 10 отличий но люди в куртках одеты тепло зеленая стена из брючины вот так вот надо делать фотку вот так я кстати взял пару веточек герани посадим дома если уж зашел в гости обязательно нужно вот там постригали обязательно нужно что-то взять мало ли получится вырастить снимаю оливы как и обещал ягодок здесь немного но они есть не буду наступать на газон вон чуроненькие виднеются так вот здесь их побольше я сейчас увеличу немножко так надо герань подержать вот сейчас немножко увеличу вот они сочинские оливки черненькие маленькие вон они чернеются на фоне неба пассифлора вот она вьется зеленая ну и естественно бананы бананы рядом с оливами маленькая сочинская фантастика экзотика ой я вот здесь не увидел пассифлора вот она шикарнейшая цветы у нее выше всяких похвал это вот маленький уголок сочи совсем маленький ага как всегда нужно было просто глазки опустить сочинская оливка и не одна а мы сейчас вот так сделаем три штучки небрежно ось крепыш валяется небрежно вот так в травку бросим и сфоткаем вот так вот чтоб фокус попасть сочинские оливки нет их так нельзя есть их нужно готовить их специально солят вон она вдали моя машина стоит ага еще одна оливочка но здесь ягодок не вижу молоденькая совсем девичий виноград и цветет и плодоносит но несъедобный несъедобный жаль вью ног цветет ой я слышу какое-то насекомое вот здесь вот интересно что это судя по звуку что-то любопытное да вот оно даже интересно а нет не интересно это оса выберется сама шикарнейший зеленый заборочек можно сделать в сочи как вот его сфоткать так чтобы солнце минимально попадало в кадр точнее максимально попадало солнце и минимально камера о думал шампиньон а нет белый камень сейчас идет сезон шампиньонов у нас каждая улица отдельная ботаническая коллекция в сочи каждая гуляя по улицам не устаешь восторгаться тому как сильно сочи отличается от всех остальных городов нашей страны в ботаническом отношении шикарнейший просто с малосемянник вот так вот когда вы в душе ботаник в хорошем смысле этого слова смотрю тут ежевика но нет плодов хотел полагомиться это шелковица желтая шикарнейшая шефиридья семейства лоховые усыпанная ягодами но мы наелись мы наелись у нас на даче столько веток наломали посмотрите как цветет у розмарина открылось второе дыхание вот так вот в полутине сфоткаю вишня рядом с шефиридей вот сейчас пчелки опыляют а летом бражник и очень многие гости нашего города принимают его за бабочку калибри но калибри это тропическая бабочка у нас они не водятся лавровишня местное растение жизнь на тихой спокойной улочке мне можно еще риэлтором устроиться ну тем более что все улицы я знаю хорошие и плохие стороны березки вот состояние березок в Сочи в ноябре месяца все-таки осень около нее чувствуется до нового года сорок шесть дней я сейчас кое-что покажу вам это инжир спелый сочный инжир в Сочи 15 ноября я уверен ему надо сообщить о том что на улице ноябрь он просто еще об этом не знает мужмула-то рядом цветет и должна была подсказать грецкий орех так все вот туда хочу на ту сторону а ну у нас там только помпасская трава но тоже ничего вот на вишню у нас обычно отеки богомолов попадаются любят они у нас от растения а вот еще листики под ногами шуршат очевидно что все-таки на дворе осень ну или очень сухой июль-август я понимаю что тяжело поверить что сейчас ноябрь месяц но это факт здесь целый сад и айва и вишни и черешня посмотрите пожалуйста это айва айва в Сочи я обожаю делать варенье из айвы оно получается невероятно вкусным и удивительного цвета то есть вот кто-то посадил и ухаживает здесь за садиком пирсик ну с пирсиком у нас в Сочи все плохо пирсик у нас расти не любит вот сад ну причем на улице никто не подойдет не будет ломать не будет обрывать не будет съедать в общем доступе ну а айву как бы так особо и не съешь сырую плодоносеющая олива отдельно стоящая вот под ней ягодок калистимон второй раз тоже цветет в этом году и юка идеальное соседство для Сочи ну и конечно день был бы не полный если бы мы с вами не оказались на берегу моря водичка сейчас 16-17 медленно снижается купаются ну а че не купаться жасмин мест не цветет я сейчас туда подойду мимо цветущей юбки с опадающими цветами морские прогулки реклама все как в июле только ноябрь ох тыж подойду калистимончику не могу такое пропустить обильно цветет привлекает внимание шум моря сопровождает нашу прогулку сейчас все таки зима близко вот это растение классное розовое облачко в будущем безумствующий калистимон я даже не знаю как его так вот пчелки сходят с ума надо вот отсюда его снять как-то ну тут не один сопровождает сейчас вот если слышно как пчелки гудят вот так вот сейчас сфоткаю ну и надо так еще сфоткать чтобы вот видно было что калистимон радуется теплому ноябрю месяцу вот так вот в общем море показали растения глянули прогулку совершили лучших сегодня в Сочи Пареке тусит со своим классом молодцы организовались купили билеты шикарно 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 так то что хотел снять и вам показать я сделал сейчас бежим к машинке и едем по делам в Сочи вот это тоже напоминание о том что вообще-то на дворе осень хотя нет бабочки вон летают в Сочи Пареке тусит место удивительное вдали вы видите рощу эвкалиптов у нас Аленка там делала фотосессию место классное целая рощица вот так сейчас фонарь уберу и немножко ее увеличу эвкалипты около дома понимаете да насколько здесь полезный воздух ну все всем пока до сих пор пока